Друзья, добрый день! Меня зовут Андрей Калёна. Я являюсь автором книги «Чаромное сыроедение». И сегодня мы будем развенчивать мифы о сыроедении. Конечно же, эти мифы возникают не на пустом месте. Дело в том, что есть две основные причины возникновения мифов о сыроедении. Первая причина такова, что один и тот же прием, одно и то же средство, одно и то же блюдо или одно и то же что-то в области сыроедения не работает одинаково на каждого человека. Вот смотрите, многие отмечают, что попробовав, получили какой-то результат. Если же другой человек пробует повторить этот же результат на сыроедении, к сожалению, результат оказывается иным. Либо лучше, либо хуже, либо его вообще нет. Но отсутствие результата – это тоже результат. Из-за этого возникают мифы, что не работает сыроедение так, как его преподносит. И второй миф, вернее, вторая часть мифов сыпется как раз, источник вторых мифов о сыроедении, служат те самые клоуны, которые являются достаточно знаменитыми и популярными в прошлом сыроедовами и сейчас развлекают публику опровержением сыроедения. Значит, смотрите, как бороться с этим? Нужно понимать, что мы живем в государстве, где какая-либо идея, она либо выгодна государству, либо невыгодна. И, конечно же, есть такая методика, что если ты хочешь загубить какое-то движение, неважно, религиозное, научное, еще какое-то, в данном случае направление в питании сыроедения, ты должен во главу поставить людей, которые будут вести за собой. Но они будут вести до определенного момента, а потом на своей же популярности уводить людей с этого пути. Ну, в том числе в сыроедении есть такие люди. Поэтому обратите внимание, что источниками мифов о сыроедении, о том, что она якобы полезна, либо не полезна, служат вот такие бесплатные клоуны, которые сейчас, будучи энное количество лет на сыроедении, сейчас рассказывают о том, что она не полезна. Будьте осторожны. Верить в гуру и непорицаемый авторитет достаточно опасно. Хорошо. Вы видите, по-моему, на строе, что я готова. У меня выписаны все мифы. Я готова их развенчивать. И мы с вами будем об этом говорить. Итак, первый миф. В сыроедении это сложно. Ну, давайте разбираться. Ну, конечно же, когда вы воспринимаете сыроедение как диету, это сложно. Но когда вы понимаете, что сыроедение – это философия жизни, вы начинаете понимать, что все очень просто. Поэтому давайте смотреть так. Когда вы живете энное количество десятилетий на традиционном питании, для вас оно кажется естественным. Что нужно часами стоять у печки, что нужно закатывать, закрутки делать, как делала моя бабушка, мама. То есть, денатурировать пищу и пытаться как-то ее сохранить. Соответственно, вам не кажется это сложным. Но там технологический процесс. Там реально нужно понимать, в какой последовательности ты что в блюда закладываешь, сколько это варить, сколько пассеровать, сколько жарить. И в сравнении с новизной сыроедением это кажется нормой. Но на самом деле на сыроедение, когда вы приходите, все кажется в новинку. И все кажется, конечно же, сложным. Но все решает привычка. Поэтому сыроедение – это несложно. Дальше. Сыроедение – это неполноценная еда. Ну, давайте разбираться. Во-первых, я хочу сразу ответить на вопрос. Сказать, что сыроедение – полноценное традиционное питание. Сейчас уже это традиционное питание, потому что есть целая традиция сыроедения. Почему я имею право это говорить? Вот смотрите. Если мы говорим о сыроедении, в котором нет масел, нет полезной воды, нет полноценных продуктов, которые мы должны либо сами выращивать, либо приобретать у тех, кто их выращивает в нормальной среде. Конечно, сыроедение – это неполноценное питание. Но если мы будем говорить о полноценном сыроедении, которое содержит орехи, масла, злаковые семена, овощи, фрукты, правильную воду, тогда мы можем сказать, что сыроедение – это полноценное питание. Дальше. Сыроеду не хватает белка, витамина В12 и железа. Ну, давайте с этим разбираться. Вот кто вам сказал, что на среде не хватает белка? Основной источник белка – это зелень и это орехи. Пожалуйста, употребляйте орехи, употребляйте зелень, и у вас будет столько белка, что вы просто будете в сплошном белке. Следующее – витамина В12. Вот тут, вот тут давайте копаться. Это серьезная тема. Конечно же, все начинают охать и ахать, что на сыроедении не хватает В12. А мало кто знает, что как раз вот этот ценный В12, витамин, вырабатывается симбиотической микрофлорой кишечника. В каком случае она не вырабатывается? Как раз в случае захламленности кишечника. То есть, если вы накопили, например, до 25 лет, я уж не говорю, что после, каловые камни, слизи, куча хлама, вот это денатурированного масла, которое облепил полностью кишечник, конечно, там симбиотическая микрофлора, она не в состоянии вырабатывать В12. Поэтому для того, чтобы быть на сыроедении, нужно его начинать с чистки, с чистки жестко кишечника и всех фильтрующих органов. Про фильтрующие органы мы еще поговорим. Соответственно, В12 вырабатывается на сыроедении только в случае, если вы чистили кишечник. Чистить кишечник нужно касторовым маслом. У меня есть видео на эту тему, как правильно чистить касторкой кишечник. Пожалуйста, посмотреть, вам будет интересно. И вы поймете, что В12 вам будет хватать с головой, если у вас будет чистый кишечник. Следующее. Нехватка железа. Вот с этим давайте разбираться. По сути, железо, в принципе, можно достать из любых продуктов железосодержащих. Мы об этом не говорим. Но почему, собственно говоря, они не усваиваются у вегетарианцев и сыроедов? Вот давайте разбираться. Основным пагубным действием обладают гельминты. Они-то ели мясо, они-то ели денатурированную пищу, и их никто не вывел. Они остались в организме. А мясо-то перестало поступать. Соответственно, гельминты начинают есть своего хозяина. Отсюда нехватка гемоглобина, понижение его нормы и так далее. То есть творится что-то страшное с организмом. Поэтому, если вам не хватает железа, дорогие мои, нужно не железосодержащие продукты, есть днем и ночью, хотя это тоже полезно. Особенно женщинам. А вытравлять из своего организма гельминтов. На эту тему у меня также есть видео. Пожалуйста, посмотрите. То есть там народными всеми средствами можно вывести гельминтоз. Нужно избавляться от него напрочь. Потому что, если вы плачете, что вам не хватает железа, начните с того, что вы просто убираете гельминтов из своего организма. И вы почувствуете, как железо, оно автоматически поднимается. Дальше. Сыроедение – это несбалансированная еда. Ну, смотрите. Конечно, если у вас обрезанное сыроедение, вы, опять же, не позволяете себе масел. Полный ассортимент. Я на своем блоге Андрейка Алена, ссылка под этим видео, пройдите. Недавно написала пост, в котором я написала продукт для сыроедения. И там я указала огромнейший список масел. Чем он так важен? Дело в том, что у нас оболочка каждой клетки абсолютно в организме, она жировая. Омега-3 обязательно нужно употреблять. Потому что омега-3 полиненасыщенная кислота, она в любом случае должна присутствовать в пище. И она как раз есть в маслах. В том числе масла участвуют в терморегуляции. Все гормоны у нас в организме, они жироподобны. То есть мы расшатываем свой организм, если мы не едим масла. Представляете, да? То есть гормоны, они управляют вообще всем в нашем организме. Начиная от температуры тела, заканчивая нашим настроением. Поэтому я настоятельно рекомендую, для того, чтобы сыроедение было полноценным, чтобы было сбалансированным именно, нужно кушать большое количество масел. В том числе этих масел, в котором много омега-3 полиненасыщенной кислоты. Омега-3 попросту. Не отказывайте себе в орехах. Не отказывайте себе в сладком, в чем-то, я имею в виду домашний. Можно приготовить тортик льняной на льне. Можно себе, пожалуйста, денатурированные все эти вещи ушли. Готовьте себе сыроедческие, там, борщи, супы. Все рецепты у меня есть, пожалуйста, и группа ВКонтакте. И приходите ко мне в сайт-блог, я все это выложу. То есть, чтобы у вас это было понимание, что это абсолютно сбалансированная вкусная еда. Поэтому миф этот мы развенчиваем. Следующее. Сыроеды не наедаются, и надо много есть. Вот тут конкретный, очень короткий ответ. Вытравите из своего организма гельминты, и вы будете наедаться. Уберите эту патогенную микрофлору, межклеточную, внутриклеточную, которая накопилась за многие годы и вегетарианства, и мясоедения. И вы увидите, как здорово, когда ваш организм чистый, и он будет просить именно вот такое количество еды. Вам не нужно будет загружать, загружать, загружать. Дело в том, что почему начинающие сыроеды кушают так много? Потому что гельминты еще есть, патогенная микрофлора, взрочная на питании вот этом вот вареном, есть. И она-то есть-то просит, а вы ему закидываете организму туда именно сырую пищу. И вот эта патогенная микрофлора просит, ну дай мне, дай мне еды, дай мне еды. Она-то не сыроедческой еды просит, она просит еды именно вот такой вот вареной, динатурированной. Поэтому хочется постоянно кушать. Не волнуйтесь, дорогие начинающие сыроеды. Это постепенно пройдет. Где-то через годика, два-три, вы почувствуете, как достаточно скушать горсть орешков, и, собственно говоря, чувствовать себя очень хорошо. Хорошо. Естественно, никто не отменял полноценные завтраки, обеды и ужины. Да, ужин, он вообще нежелательный, но, в принципе, пока вы начинающий сыроед, пожалуйста. И куча всяких полдников и перекусов. Дальше. Так. Обязательно нужно быть 100% сыроедом и не допускать любых несыроедных продуктов, чтобы получать результат от такого питания. Ну, смотрите, вот давайте без садомазохизма и вообще вот этого, как это, в религии, вот когда люди вот просто впадают в эту религию, вот просто уходят с головой. Сыроедение – это не религия. Здесь не нужно строго следовать догмам на первых этапах, да, которые длятся там лет пять. То есть есть процентное сыроедение, на котором вы находитесь. Вы постепенно отказываетесь сначала от мяса, потом от рыбы, потом от хлеба. Ну, в своей, как бы, позиции, да, вот как вы там, что, от чего проще всего отказываться, от того отказываетесь. И постепенно, постепенно, за несколько лет вы выходите на чистое сыроедение. Когда вы на него вышли, вам уже того всего не хочется, потому что вы не с ножом у горла отказались, а потому что вам просто это уже не нужно. Потому что авокадо вам заменяет рыбу, да, ну, вкусненькая там, приготовленная с вакаме, с соусиком. Ну, то есть все эти вкусовые заменители существуют, да. Мясо тоже можно заменить, то есть там используются бобовые, там приправы вкусные. Поэтому, дорогие мои, не нужно сыроедение стопроцентно ставить изначально в первый же день. И тогда вы не будете испытывать ломку. То есть изначально стопроцентное сыроедение, оно вредит психике. Поэтому вы постепенно подбираетесь в течение, там, полугода к стопроцентному сыроедению. Это в идеальном варианте. Если трудно, это может быть и полгода, и год, и два года, и три года. Но в итоге вы все равно на него выйдете. Дальше. Сыроедческая еда холодная. Да бросьте, ребят, ну, о чем вы говорите. Дело в том, что есть дегидраторы. Когда вы даже в блендере на больших оборотах что-то взбиваете, это уже температура порядочная. То есть это тепло. Вы можете это в духовке подогреть, если у вас терморежим стоит. То есть до 40 градусов спокойно вы можете это все подогреть. Вы можете это все приготовить, как бы сказать, с полужару. То есть подогреть на огне, если это борщик, супик. Но так, чтобы вот вы пальчик держите в вашей подогретой какой-то супике-борщике. И как бы тепло оно соответственно вашему телу. Все, пожалуйста. То есть это не холодная еда. Не заблуждайтесь в этом. И пусть вам мне рассказывают сказки. Дальше. Сыроедение. Так, сыроедение едят только фрукты и овощи. Ну, нет. Ну, конечно же нет, дорогие мои. Это и сыроедческие супы-борщи, и сыроедческие котлеты, и сыроедческие там томленые все эти вещи в дегидраторе. Это очень вкусно. Это не одни голые салаты и не одни там погрыз морковку и все. Это целая кухня. Это целое реальное философское направление. Поэтому бросьте. Это ерунда полная. Дальше. Сыроедение обходится гораздо дороже стандартного меню. Ну, смотрите. Вот это заблуждение. Опять же, конечно же, это не так. Потому что, если вы посчитаете среднестатистическую корзину, где есть алкоголь, где есть мясо, рыба, где куча, как это сказать-то, вот этих снеков, да, там, чипсы, всякие вот эти сушеные какие-то вещи непонятные, вот. То вы поймете, что сыроедение это гораздо дешевле. Еще при условии, что вы все это будете периодически, да, покупать на рынке у бабушек, которые там сами для себя выращивали. Там и цена нормальная. Поэтому, как бы, бросьте это ерунда. Конечно же, если вы говорите об орехах, то, в принципе, вы можете по сезону, например, на Кубани, в Краснодарском крае, да, где вот я проживаю, скупиться орехами. И вам на целый год их хватит. Если вы будете по 100 грамм ходить в супермаркет покупать, конечно, это дорого. Поэтому, дорогие мои, сыроедение это не дороже, чем обычная потребительская корзина. Дальше. Так, так, так. Придется постоянно продумывать меню и много времени тратить на очистку овощей, выжимание соков и дегидрирование. Ну, вот тут смешно, потому что традиционное питание, я вот как вспомню свою маму, боже мой, это просто вот часа три в сутки она проводит около печки, да, ну, газовая имеется в виду. Это просто вот какой-то мрак ужасный, особенно по осени, там, когда эти заготовки, помидоры, огурцы, все это в банки закатывалось. Друзья мои, это столько времени уходит. Дело в том, что дегидрирование само по себе, оно действительно длительный процесс, да, это длительный процесс. И вот вы же не стоите над дегидратором, вы, например, там на ночь в дегидратор что-то засунули, с утра вы встаете и оно готово. Поэтому сыроический хлебушек вы вот с утра приготовили и, ну, то есть он готов, да, вы его едите. Если нужна еще одна порция сыроического хлебушка, вы на ночь все это сделали, в дегидратор засунули, все. И вы спокойненько кушаете его опять с утра. То есть вы ночью спите, вы же его не готовите. Поэтому при грамотном простраивании привычек приготовления сыроедческой еды, таких проблем не будет. Поэтому, конечно же, это иллюзия. Это миф. Так, сыроедение даст вам безупречное здоровье. Вот я уже сказала, да, что правильное сыроедение, где есть правильная вода, структурированная, минусовая, где есть много масел, где есть полный объем всех продуктов, орехов, злаков, обязательно зелени, обязательно фруктов, овощей, да, вот все, тогда да, тогда да. Да, дальше, это не миф, это правда. Сыроедение даст вам безупречное тело. Вот смотрите. Тут сразу стоит вопрос лишнего веса, потому что многие люди переходят на сыроедение, дабы просто постройнеть, да, или по-русски похудеть. Откуда берется безупречное тело на сыроедение? Оно берется как раз из очищения организма, потому что невозможно на сыроедение стройнеть, если у вас забиты фильтрующие органы. Печень, почки, легкие, селезенка, да, то есть вот даже у ребенка вареноеда, когда просишь открыть рот, ты смотришь, а у него белый язык, это признак того, что забита печень. Если печень забита, сыроедение никаким образом вам не поможет, поэтому всегда нужно начинать с чистки. Если у женщин 90 и выше килограммов вес, то здесь нужно либо сыроедить столько же лет, сколько вы живете, да, и питались на, то есть питались денатурированной пищей, либо начинать с чистки, потому что если фильтрующие органы засорены, как вот эту грязь выбросить, которая и дает ваш вес, как избавиться организму от этой грязи, если фильтрующие органы забиваются. А первыми, конечно, забиваются всегда печень и почки. Ну и, конечно же, потом у нас селезенка, потом у нас идут легкие. То есть у всех вареноедов забиты фильтрующие органы. И если показания для стройнения есть, то есть нужно спросить вес свой, начните с чистки, да, и тогда сыроедение как раз принесет вам стройность. Здоровое питание, да, то есть вот эти все вещи, они не будут накапливаться. Дальше. Стройнение вылечит любую или все болезни, или и предотвратит их возникновение. Я соглашусь с этим тезисом, это не миф. Но опять же, смотрите, я уже сказала, что всегда я как бы добавляю, да, вот этого всего, чтобы это не было иллюзией, что все сегодня перешли на стройнение и избавились. Во-первых, это длительный процесс. Я избавилась от хронических заболеваний, будучи 6,5 лет на сыроедении. То есть я через 6,5 лет сыроедения могла четко сказать, что да, все, хронических заболеваний нет. Дальше. Если говорить о серьезных, например, каких-то там раково, опухоли и так далее, то есть опять же все нужно начинать с чистки. То есть если сыроедение, это Б, а А это чистка, А и Б идут одна за другой. Поэтому в любом случае, если вы хотите избавиться от болезни, начинайте чисткой от гельминтов, чистите свои фильтрующие органы, а потом переходите на сыроедение, которое и поможет вам избавиться от всех недугов. Дальше. Вы будете жить дольше на сыроедении. Ну смотрите, давайте включаем свое критическое мышление, без которого быть вменяемым человеком достаточно сложно. Но если предпосылок для болезни нет на сыроедении, то есть у вас не вызывается там пищевой лейкоцитоз, который вызывается при принятии любой денатурированной пищи, у вас нет токсинов, которые вышли на сыроедении, у вас хватает всех микроэлементов, в том числе В12, вырабатываемые чистой симбиотической микрофлорой в кишечнике, за счет того, что кишечник чистый и так далее, и так далее. То есть показаний к тому, чтобы умереть или заболеть, у вас нет. Поэтому, дорогие мои, конечно же, это не миф, это правда. Сыроедение улучшит ваше психическое здоровье. Вот я об этом говорила, да, что, переходя на сыроедение, большинство сыроедей становятся желчными, злыми и агрессивными людьми. Это происходит как раз из-за того, что они перешли на сыроедение, не выгнав гельминтов из своего организма. Гельминты, они сами по себе вот, ну, едят человека и едят, да, там железо падает, там гемоглобина как бы нет в организме нормального уровня и так далее. Да, микроэлементы пожирают, которые должны доставаться организму, самого человека едят, ну и так далее. Но суть такова, что продукты жизнедеятельности, да, то, что они выделяют из своего организма, уже переработанные, они все выкидываются в кровь. И самое губительное, даже не в том, что отравляется организм, а в том, что отравляется мозг. Естественно, страдает психика. А представьте, гельминты на сыроедении не получают ни мяса, ни рыбы, которая гниет постоянно в организме, там, не создают им приятную среду обитания. А что они будут делать? Они будут грызть человека, они будут нервничать, психовать, выделять вот эти отравляющие вещества в кровь. Естественно, наша психика реагирует адекватно на это. Человек начинает нервничать, депрессировать, агрессировать и так далее. Соответственно, если мы на сыроедении, и у нас нервное состояние, вот просто к бабке, как говорится, не ходи, однозначно гельминтоз. Поэтому для того, чтобы быть спокойным, миролюбивым на сыроедении, нужно избавиться от гельминтоза. Если гельминтоза нет, а человек все равно нервный, да, вот сразу нужно искать, каких микроэлементов, витаминов не хватает, да, то есть что происходит с организмом. И все. То есть в основном это просто магний, да, недостаток магния. Вот, но я и по себе скажу, что вообще сыроедение – это духовное питание. Действительно на нем становишься более уравновешенным, спокойным, миролюбивым. Ведь это же философия добра в сыроедении, да, когда ты, ну как бы даже не потому, что ты губишь свой организм, ты переходишь на сыроедение, а потому что тебе не хочется убивать никого. Да, и это же правильно мне кажется, поэтому вот эта миролюбивость, она в людях укрепляется. Дальше. Вся сырая еда легче переваривается, чем приготовленная, и содержит энзимы, которые разрушаются при готовке. Да, это верно. Но вот смотрите опять «но». Если вы, будучи на сыроедении, поели фрукты в прикуску с орехами, то все это дело забродит. Ну, потому что фрукты перерабатываются 2 часа, а орехи, например, 4 часа, да, это при идеально чистом кишечнике. Если кишечник грязный, то орехи будут 8 и более часов ползти по вашему кишечнику. Поэтому, дорогие мои, сыроедение действительно хорошо тем, что очень быстро все переваривается. Но нужно понимать, что совместимость продуктов, она должна соблюдаться. В моем блоге есть несколько постов на эту тему, поэтому, пожалуйста, почитайте, посмотрите, в какой последовательности и как нужно принимать продукты, чтобы они действительно на сыроедении переваривались быстрее. Ну, а то, что энзимы разрушаются, ну, конечно, если вы все это денатурируете, варите при бешеной температуре, жарите, так там ничего живого, там организму нечего усваивать. Поэтому на сыроедении, да, здесь нужно понимать, что нет вот этого пищевого лейкоцитоза, да, что все быстренько переварится, что будет иммунитет, что будет все нормально. Причем, смотрите, вот насчет энзимов, да, чтобы все-таки достать их из клетки растения, например, очень нужно хорошо взбить в блендере, да, то есть, если я говорю об энзимах, которые есть в зелени, то есть, это нужно хорошо так взбить в блендере, чтобы разбить вот эту оболочку клетки, да, растения, ну и так далее, да. Соответственно, у нас получается, что если мы это не сделали, то мы не получили вот этих энзимов, поэтому блендер обязательно у сыроеда должен быть. Но и при длительном томлении, томлении до 40 градусов, как раз это энзимы, то есть, оболочка клетки разрушается, и энзимы легко усваиваются организмом. Вот, вспомним наши печи, в которых как раз все томилось. То есть, печи существовали не для того, чтобы в них варить, парить и шкварить это все дело, а именно для того, чтобы при очень минимальной температуре продукты, которые попали, они выдерживались томлением, и они были съедобны, да, поэтому вот дегидратор или печь там с терморегулятором нам в помощь. Пожалуйста, выдерживайте вот такое, как бы, сыроедческое, в кавычках, томление, да, до 40 градусов, и, пожалуйста, у вас будут те самые энзимы, которые можно доставать из питания. Дальше. Приготовленная еда – это яд. Да. Да. Хотя бы на основании того, что вся денатурированная пища вызывает пищевой лейкоцитоз, о котором уже очень много сказано. Что это вообще такое? Лейкоциты служат для того, чтобы охранять наш организм. То есть, они предотвращают проникновение инфекции, бактерий и всего остального в наш организм. Если мы съедаем денатурированную пищу, всего, чего она касается, там, вот, в пищеварительном тракте нашего ЖКТ, лейкоциты облепливают полностью вот эту пищу, считая ее инородным каким-то вообще объектом, да. В этот момент, когда все лейкоциты сбежались к нашему ЖКТ, весь организм остается незащищенным. Поэтому, если вы хотите, чтобы этот яд не отравлял ваш организм, да, денатурированный, вареный, жареный, шкваренный, пареный, пожалеете, да, как бы помилосердствуйте себе, потому что вы без охраны оставляете весь организм. И в итоге пища действительно денатурированной является ядом. Дальше. Не пейте воду. Ваша еда содержит всю воду, в которой вы нуждаетесь. Но, смотрите, действительно много фруктов кушает сыроед. И большинство из них водянистые, да. Это и мандарины, и груши, и яблоки. Но этого недостаточно. Сыроеды всегда очень сухие сами по себе. Воду надо пить. Воду надо пить структурированную, минусовую, да, у которой ОВП минус там хотя бы 300. И, потому что заряд клетки, он как раз минусовое. А вся вода, которая идет из-под крана, она плюсовая. То есть, а у раковой клетки заряд клетки, ну, он плюсовой. Поэтому, чтобы мы, вот это гашение не происходило в организме, нужно пить как раз минусовую воду. Вот аппараты сейчас такие есть, есть способы делания минусовой воды. Поэтому, пожалуйста, да, как бы обратите на это внимание. Вот. Фрукты, там есть вода, но ее недостаточно. То есть, в таком количестве ее недостаточно. Организм не напивается. Поэтому, дорогие мои, не забываем о том, что пить нужно. Пить нужно много воды. Обязательно структурированной, минусовой. Ну, я думаю, что на сегодня я... Анастасия Булкина у меня спрашивала, да, вот как раз на YouTube задала вопрос, что расскажите о мифах. Я думаю, что 20 мифов на сегодня достаточно. Если еще есть вопросы, друзья мои, меня можно найти в блоге Андрейка Алена по ссылке под этим видео. Либо тут же на канале YouTube Чаровное Среднение задать мне вопрос. Крепкого вам здравия. Хорошего вам настроения.